А еще у нас выпадает королева из лаки-блоков. Королева, кстати, бывает черного и белого цвета. Всем пламенный певец, с вами Александр и вы смотрите канал Геронкрафта. И сегодня у нас очередной лаки-блок, но один из самых лучших и интересных, которые нашел. Он у нас связан с таким замечательным модом, как Ор Спавен Мод. И, в общем-то, добавляет вещи и шмотки из этого модификации. Давайте посмотрим на досуге, что это из себя представляет. Более того, сегодня я приготовил вам сюрприз. Я буду не просто обозревать вам, я еще расскажу вам мою экспертную оценку. Как истинный фанат лаки-блоков, насколько этот лаки-блок крутой. Окей, устанавливается он путем, кстати, обычного модифицирования лаки-блока, что, конечно, неудобно, но, к сожалению, как есть. Окей, для начала мы начнем с лаки-блоков нулевого уровня. Цветочки, это нам неинтересно. Здесь у нас в одном ряду находится где-то 30-40 блоков, этих лаки-блоков точнее. Так что этого достаточно для тестов. Так, что это такое? Это у нас босс Молиноид. Ничего сложного из себя не представлять. Живет в мире хаоса и еще где-то. Вот это у нас эти, как его, мантисы. Довольно тяжело убиваются, несмотря на то, что у них мало хитпоинтов. Короче говоря, жирные боссы в моба пошли. Так что, прежде чем открывать эти лаки-блоки, я бы на вашем месте запасся какой-нибудь хорошей броней. Вот, дракон, на котором можно покататься. Окей. Дальше маленький чарлик на 15 хитпоинтов жизни у него. И что? И ничего, что ли? Такое бывает, ребята. Абсолютно ничего не происходит. Книжки. О, во-во-во-во. Триллианты, которых я не видел. По-моему, они сейчас просто убивают все живое на раз-два-три. Давайте мы сделаем следующим образом. Секунду. Так, пробуем их на вкус. Я наделал на себя полную ультимативную броню. И, в общем-то... Нееееее. Ничего себе такого особого не представляют. В общем, мобы с средней паршивости. Так и скажем. Конечно, голуб персонаж легко убьют, но если ты хорошо одет, в принципе, не представляет за себя никакой опасности. Дальше. О, броня. Это у нас пикок. Это из перьев орла. По-моему, это можно только раздобыть в кристальном измерении. По-моему, это хорошая хоть броня интересная. Я не помню уже. Да, неплохая. И у нее какие-то были свойства. Ладно, это мы сейчас проверим по ходу дела. Наше дело сегодня затестить блок. Дальше. У нас опять эти триденты. Проще говоря, растения и людоеды. Че упало? Обычный изумрудный блок. Это печально. Понятно. Тормоза и лаги у меня наблюдаются из-за этих животных. Из орспавна. Когда их слишком много спавнится, начинаются баги. А я-то думал, что мод какой-то глючный. Не, все в порядке. Так, это какие-то вещи у нас неинтересные выпадают. Классическая ловушка. Это неинтересно. Где-то половину или где-то 30% всего лута они изменили. Маленький робот. О, вот это, ребята, полная жопа. Это король. Один из самых мощных боссов в War Spawn Mod. Убить его даже в хорошей броне довольно проблематично. Так что, ребята, открывайте эти лаки-блоки где-нибудь в далеком и безопасном месте. Для этого, я не знаю, можно выкопать где-то где-нибудь рядом пещерку. Так, это интересно. А тут мобы обычные или только из Орспавна сейчас появятся? Я, честно говоря, нифига не вижу. Только не говорите, что тут обычные... Да, обычные мобы, обычные криперы. Куча обычных криперов. Да, ну, ребята, это несерьезно. Так, яйца. Так, не. Во, зелье ловкости. Или неловкости. Что это? Да, это обыкновенное зелье удачи. Скорость четвертого уровня. Хаста, это ускорение позволяет быстрее копать второго уровня. Ну и так далее. Способность прыгать в четвертого уровня. Отличная вещь, кстати, для убийства каких-нибудь боссов. Так что очень неплохо. И работает оно в среднем разное эффекта от двух до семи минут. То есть они будут постепенно пропащ... Чего? Мама Боба? Боб, кто не знает, это такой замечательный... Обыкновенный зомби, одетый в алмазную зачарованную броню. Так, дракон. Ага, угу, зачем? Окей. Так, так. Зелье. Вот это что у нас за зелье такое? То скажите, что я что-то назвал неправильно. Это у нас зелье неудачи. Замедлительность четвертого уровня. Дамаг вечный два уровня. Четвертого уровня, понятно, отравление, ослепление. Это уже хорошо где-то, знаете, когда... В пвп, то есть между игроками, когда битва происходит. Вы в абонента своего другого игрока бросаете таким зельем и поиспокойненько его убиваете. Так, пока... О, осы, осы, осы. Вообще это интересная вещь. Мне попался босс где-то с двадцатого блока. Ой-ой-ой-ой, ротатор. Довольно безобидный, по-моему, этот ротатор. Из него, да, он из него падает железо, значит он безобидный. Окей. Так, и пока что мы с вами проверяем лаки, блоки, нули. Левого уровня. Так, теперь я сейчас поставлю лаки-блоки восьмидесятого уровня репутации, наверное. И будем тестить дальше. Окей, теперь я ставил лаки-блоки с репутацией плюс восемьдесят. Если вы не знаете, что это такое рейтинг и как его можно изменять, обязательно посмотрите мой обзор на лаки-блоки для версии Майнкрафта 1.8, где я объясняю, как эта схема работает. Повторяться, пожалуй, не буду. Ролик-то есть и до сих пор актуальный. Так. О, здесь у нас яблочки, алмазы, понятно, это стандартный лут. Чтобы не задерживаться, я, пожалуй, сейчас буду показывать, только если найду что-то интересное. Во, броня, это что наконец-то начала выпадать броня. Что-то броня очень неохотно выпадает, прямо скажем. Защита второго уровня, это экспириенс броник. Ну, знаете, это броня, так скажем, среднего качества. Не самая лучшая, но и не самая плохая, которая есть в моде. Орс Пауэн мод. О, куча яиц. Вдруг там еще кого-то. О, зомби пигмен, лошадь. Нет, зомби, это неинтересно. Вот вы мне давайте какой... О, вот это что? Что это такое? Кусочек Большой Берты. Большой Берты, это меч на 500 урона. Самый крутой меч, который есть в модификации оверспауна. Это фейерий меч. И, и, молот на 86 урона. Гляньте на его размеры. Полюбуйтесь, кто не в теме. Просто огонь. Это хорошее, значит, и выгодно делать лаки-блоки. Повышать у них рейтинг. Видите, разница вот здесь видна налицо. Как правило, в аддонах нет никакой особой разницы между тем лутом, который выпадает в лаки-блоках с рейтингом нулевой репутации или с репутацией там плюс 50, плюс 80. А здесь есть, и она очень-очень ощутимая. Давайте еще понаставим много-много-много положительных лаки-блоков. И по-быстрому их затестим. Так, и я вам буду показывать, если только что-то будет интересно выпадать. Это стандартно, это стандартно. И еще один кусочек Большой Берты. Это уже рукоятка. Слушайте, может мы сегодня Большую Берту соберем? Вот, столбики из рубина. Из рубина можно делать тоже очень хорошую броню. Она, по-моему, лучше, чем вот эта экспириенс броня, насколько помню. Так, котики. Да, 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 да. Сегодня мы уже собрали Большую Берту целиком. Сейчас я вам покажу, как она собирается. Так, вот делается рукоятка. Я надеюсь, что все сработает правильно. Да, все. Меч на 500 урона. Можно убивать кого угодно практически. Вот этим монструозным мечом, который даже в экран не влезает. Настолько он большой. Да уж. Богатые луты, ребята, богатые. Ультимативная броня, что ли? Или вот это, что выпало? Аметистовая броня. Ультимативная шапочка вышла. Вот это ультимативная броня, которую я с собой взял перед началом обзора. Так что не обращайте внимания. Дракон. Просто дракон. Вот это кирка из кристального измерения. Кианитовая. Все правильно. Большая Берта. Ей. Ах ты. Золотые яблоки. Броня. Вот это что на забронике? Очень богатый все-таки лут. Очень богатая ультимативная броня. Давайте-ка мне заново. Если я почистю инвентарь. Отлично. В принципе, все, что есть интересно в положительных лаки-блоках. Теперь пробуем отрицательные лаки-блоки. И у меня есть сильное подозрение, что там, наверное, будет каждый второй выпадать. Это какой-нибудь... Упс. Ха-ха. Так, господа. Мне нужно всегда под рукой держать молоко. Когда, оказывается, тестируешь лаки-блоки. Это все непременно. Я ничего не вижу. М. А-а-а. Понятно. Я просто взял да и застрял в обыкновенной ловушке. Поскольку я был в полете, то так получилось, что я застрял просто внутри блока. ТНТ выпадает очень часто, кстати, по моим субъективным ощущениям. Из колодцев очень часто выпадает ТНТ. Ну, да, ТНТ это наше все. Собачки, а чего вы тут забыли? Челки. Это у нас Хаммерхед. По-моему, он живет в мире динозавров, короче. Если вам нравится оверспаун, обязательно смотрите мои похождения летсплея. Там оверспаун есть в каждой первой сборке у меня. И я этим модом занимаюсь очень плотно. Точнее, я с ним играю. Заниматься можно на работе. У нас тут развлекательный канал. Окей. Так, 3D мы тебе видели. Знаете, давайте я сейчас за кадр пойду. О, маленький бобик. И вернусь, если что-то интересное найду. ВТФ. Маленькая такая хрень. Это, как его называют? Обыкновенный инопланетянин. О, газель. Тоже из этого мода. Все из этого мода выпадает. Довольно богатый лут. Опять ТНТ. Здесь что-то очень много ТНТ, ребят. Или мне так везет. Пришельцы. Еще один пришелец. Еще один колодец. И где у нас тут блок Рэдстоуна? О май гад. Вот это неожиданно поворот событий. Вы только посмотрите. Ой. Ой. Какие мы. Так, знаете, сейчас мы... Секунду. Пробуем этого боба на вкус. Я надел на себя ультимативную броню. И лучший меч. Большую берту. Мне кажется, что он меня сейчас убьет. Вообще не напрягаясь. О, я еще нашел золотое яблоко. Едим. Я просто хочу попробовать на вкус этого босса. Потому что толк-то. Но буду я его убивать в креативе. И что это вам даст? Ууу. Я убил его с одного удара. Ультимативной мечой. Это королевская броня. Она круче ультимативной. Выпадает она вообще-то из королевы. Как правило. И выпала какая-то блинтбэк. Бобик. Тоже убили с одного удара. Второго Тиэра. И выпала какая-то маска Джокера. Я не знаю, что это такое. Но это с другой модификацией. И лаки-блок тут ни при чем. Точно я вам говорю. Так. Стадо свиней. Точнее, стена и свиней. С... Целая стая мантисов. Даже в ультимативной броне, ребята, они могут вас покусать очень-очень сильно. Показываю. Летите ко мне. Упсики. Хорошо, у меня есть хороший меч. Я, нахо, хороший. Нет. В хорошей броне они убить не могут. Ладно. Понятно. Молли. И так далее. Так, господа. Я еще попробовал за кадром сделать себе лаки-блоки с рейтингом плюс 100. И надо сказать, да, из него ничего особо интересного не выпадает. Кроме вот этих ких-башенок изредка выпадает аметиста. Ураниум, Титаниум. Это очень полезный материал. Из них делается классная ультимативная броня. Так что рекомендую. А еще у нас выпадает королева из лаки-блоков. Королева, кстати, бывает черного и белого цвета. Нам попалась королева Альбинос. Монструозный, самый опасный зверь. Он намного мощнее вот этого короля. Уж на что короля убить проблематично. Королева почти нереальна. Даже в креативе, даже с очень хорошим оружием. Также из, как его называют, лаки-блоков с рейтинга плюс 100. Выпадают еще вот такие яйца по изыванию короля. Что намного удобнее. То есть вы сможете убить короля тогда, когда вам захочется. А не тогда, когда ему захочется. Ну вы поняли. Ну а теперь, ребят, в сухом остатке мой рейтинг. Давайте мы будем оценивать по трем направлениям. Во-первых, дизайн лаки-блока. Он ничем абсолютно не отличается от стандартных лаки-блоков. Но немножко более светлый. Так что за дизайн ставим колл. А оценки я буду давать привычные человеческому взору, уху и взгляду. В пятизначной системе. То есть от одного до пяти. Так что за дизайн им единица. За новизну лаки-блоков. То есть что там интересного добавляли в лут. В общем-то ставим три балла. Потому что они просто запихнули полностью весь лут из оверспауна мод. И оставили лут из стандартного лаки-блока. Что не очень хорошо. Потому что в конце концов можно было переделать, если не полениться, вот эти, как его называют, колодцы и ловушки. Я где-то в одном из обзоров вам показывал, что ловушки можно переделать. И оказывается технически это возможно. Соответственно разработчики этого мода этого не сделали. Что касается рендома. Рендом здесь справедлив. Абсолютно обычно. Что в стандартных лаки-блоках. Что во многих аддонах к этому лаки-блоку. Достаточно рейтинг имеет не такое уж большое значение. Поэтому разница между разбиванием лаки-блоков с рейтингом нулевой репутации. И с рейтингом минус 100 например. Или минус 80. Не такой уж и сильно ощутимый. И очень плохая разница между рейтингом с положительной репутацией там плюс 80 или с нулевым рейтингом. То есть почти все то же самое выпадает. Здесь разница видна невооруженным взглядом. Она намного больше. То есть здесь реально есть смысл заморачиваться и крафтить лаки-блоки с хорошим рейтингом. Чтобы выпадали что-то более или менее полезное. Босса там хорошие шмотки. Хорошие виды материалов. То есть действительно потрудились. Так что в сухом остатке мы имеем 9 баллов в сумме. 9 делим на 3. И получается средняя оценка 3 балла. Из 5 на троечку. Такой вот в общем-то хороший середнячок аддон. На фоне других аддонов вполне себе достойная вещь. Скорее всего возможно даже его поставлю в свою следующую сборку. Но вряд ли. Меня устаривает troll face лаки-блок с troll face. Вполне. На этом все дорогие друзья. Благодарю за просмотр, за подписку и лайк. И не забывайте заглядывать в описании под этим видео. У нас еще куча всяких интересных вещей по Майнкрафту. И они только в лаки-блоке. Ха-ха. Все, мудачки. Всем пока. Свой рейтинг пишите в описании под этим видео. Будет интересно ваше мнение. Почитайте, посмотрите. Ну и вы там пообсудите, поспорите. Что вы думаете по этому поводу. На общем фоне всех остальных лаки-блоков. Ну вы поняли. Я уже заговариваюсь. Извините. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok